Когда ты работаешь за барной стойкой, я обратил внимание, что официанты продают в основном какие-то определенные коктейли. Они не продают всю коктейльную карту, они продают какие-то коктейли, в основном приходит один больше всего. Если проанализировать, то получается тот коктейль, который они сами пьют, который больше всего нравится. У нас была девочка-официантка Аня, она пила мэй-тай, постоянно она пила, и мы даже делали такую акцию неплассную, что продаешь 10 коктейлей за вечер, и 11 тебе после работы мы сделаем, без проблем. Кто в этой сфере работал, понимает, что обычно есть плюсы, то есть это нормально все. И в основном люди продавали то, что сами любят. И когда ты приходишь в какое-то заведение и говоришь, посоветуйте мне какое-то блюдо, 99% что человек посоветует то, что он сам пробовал как минимум, но это скорее всего ему нравится. Поэтому правильный подход, у нас запускали одно заведение, мне посчастливилось быть в команде запуска, когда полгода заведение уже работало до запуска. И прорабатывались блюда, и каждый официант, каждый бармен знал, как вкус этого блюда, он знал, как оно подается, он знал, к чему ему посоветовать, какое вино, какому блюдо и так далее. Какой коктейль, под какую ситуацию подходит. И мне кажется, это правильный профессиональный подход. В нашем бизнесе то же самое. Если вы будете сами получать результаты, я уверен, что эти ребята, которые делились отзывами, они могут те продукты, по которым они имеют результат, они могут поделиться и на встрече также людям рассказать. Людям, может быть, не нужно рассказывать какие-то цифры, какие-то там, ну, я не знаю, статистику, которую я вам сегодня показывал, да. Но истории, вот такие вот истории людей, это как раз то, что нужно. Поэтому я вам рекомендую, запоминайте, записывайте, может быть, держите у себя базу, видео. Есть очень новые истории в интернете и так далее.